Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я начинаю свой влог выходного дня с кухни. Мы уже проснулись, уже позавтракали. Сейчас я готова печеночные оладочки. Сейчас я готовлю тесто с печенью. Надеюсь, вам шум не сильно мешает. Итак, что хотела сказать. Мои планы на сегодня. Мне надо украсить два торта. Сейчас на утро. Сделаю печеночные оладочки. Украшу два торта. А дальше что буду делать, пока не знаю. Скорее всего, я пойду в дом. Саша уже ушел. Казах руковой ушел. Он доделывает мангал. Мангальную зону. Видите, у меня новая скорородка зеленая. Мне мама подарила. Супер-супер. Что интересно, что меня удивило и понравилось. Смотрите, она квадратная. И на ней все прожаривается равномерно. То есть внизу газ кругом. Она квадратная. Вот эти уголочки все прожариваются. На них прям масло наливаешь. И буркает по всей сковороде. Я вам покажу. Сейчас замешу тесто. И будем с вами печь оладушки. Вкуснятина. Такая вкусная штучка. Я хочу, хочу, хочу. Что-то вчера я вот так захотела. Вот видите, я вам говорила. Видите, по краям везде буркает масло. То есть прожаривается очень равномерно. Так. На камеру у меня не получается. Вот так, вот так. Перевернуть. Сейчас бы другой рукой, белочкой, придерживать. Но рука занята. Снимаю видео. Налила я лишнего масла. Я первый раз работаю на этой сковороде. Именно жарила ладушки. До этого уже пекла. Жарила картошку. Плов делала. В общем, экспериментирую. Как могу. Нужно с другой стороны поджарить. Вот так. Вот. Жарим. Вот так вот я приспособилась. И вроде вам все видно. Жарим, пожарим. Вяжем, повяжем. Жарим, пожарим. Ещё раз переворачиваю на первую сторону. Чтобы быть уверенной, что она прожарилась. Она печень. Или они котлетки. Как хотите. Прямо буквально на минутку. И вытаскиваем. Я думаю, вас учить не надо. Вы и так у меня все молодцы. Готовите различные вкусняшки. Кстати, мне понравились два канала. У меня много кулинарных каналов. Но особо хочу отметить два канала. Это Рецепты на ура. Валентина, Мария и сейчас Олеся снимают эти видео. Мама с дочерьми. Какие у них прикольные рецепты. Простых, незамысловатых блюд. Здорово. Рекомендую. Пройдите. Рецепты от души. Называется их канал. Думаю, вам понравится. И ещё один. Знаете, у нас есть Юля, да? Вязание и я. Канал у неё. Вот её муж, Александр, готовит. Я тоже завёл свой канал. Я не повар. Он там готовит. Вы знаете, девчонки, простое блюдо. Я не помню как. Паста по-русски, по-моему, она называлась. Я решила приготовить. Обалдеть. Как я раньше сама до этого не догадалась. Вроде тоже по жизни готовлю простые блюда. В общем, зайдите, прогуляйтесь. Там у него много блюд, интересно, с гречкой есть. Ну, вообще, много-много. Посмотрите, если ещё не видели. Ну, я думаю, что вы видели его канал. Такая мини-рекламка, да, получилась. Да, это не для рекламы. Просто делюсь с вами то, что нравится. У каждого же из нас есть свои блончики-блогеры, правда? По вязанию они одни, по кулинарии другие. И я также учусь, как торты украшают и выпекают в Ютубе. Столько там много информации по этому делу. Тоже много девчонок уменьких. Вообще, я считаю, что с Ютубом мы развиваемся очень быстро. Как это сказать? Вообще мы развиваемся, да? Не стоим на месте. Там же можно найти, в принципе, всё. Кстати, девчонки, хочу вам показать. Видите, это у меня микроволновка закрыта. Полотенцем. Я её закрываю, чтобы брызги от сковороды не пачкали её. Потому что мыть лень двигатель прогресса. Шутка. Не то, что лень. Просто стараешься какую-то работу не делать. Например, не мыть микроволновку. А зачем её мыть, если она будет чистая? Правда? Может быть, не совсем красиво, но зато практично. Времени у нас всегда в обрез. Поэтому будем его экономить. Вот такой маленький, маленькая хитрость. Ну и пока у нас дожариваются остатки, я сразу начну макать в крем. Мои оладушки. Крем – это морковка, лук и майонез. Куда без него. Ничего страшного. Я, наверное, люблю неполезную пищу. Так, полотенце рядышком. Будем вытирать руки. Две вилочки. Вот так. Обмакиваем кремом и выкладываем. Вот такие две тарелки получились с горой. В одну у меня не уместилось, пришлось разделить на две. Вот такие котлетки. Угощайтесь, это очень вкусно. Делайте, радуйте себя и своих домашних. Так, дальше мои планы. Я сейчас украшаю торты. На камеру украшать не буду, мне надо быстренько успеть, потому что скоро за ними придут люди. Потом уже готовые торты вам покажу. Торт для милой принцессы. Такой ребеночек лежит. Смотрите, какой получился букет с тюльпанчиками. Ну все, продолжаем наше видео. Мы пришли в дом. Тортики я украсила. Ставлю, покажу вам, как получилось. Правда, видео получилось небольшое, потому что за тортиком пришли уже его хозяева за тортиками. Поэтому она такой быстренько-быстренько, но все равно я сняла. Покажу вам. Так, вот пришли в дом. Что я думаю? Работа у меня здесь выше крыши. Сейчас жарко. Мне нужно подвязать огурцы, но в парнике я даже заходить пока не буду. Это жара. Надо дополоть грядку. Вот этим, наверное, я сейчас и займусь. Ягодки собирать, жимолость уже поспела. Надо ее собрать за сахарем, за мороженым. Вкуснятина будет. Ну все, пойду я переодеваться и работать. Угощайтесь. Мой урожай жимолости. С двух кустов. Кусты молодые, поэтому нормально засахарю ее и заморожу. Ягодки собрала. Видите, кругом у меня травка. Пойдемте со мной по огороду. Вот один кустик жимолости. Там второй, который у меня тля ела. Огуречки подвязали. Травку маленько подергали. Здесь у меня свежая редисточка сидит. Сейчас буду поливать. Вот грядки прополола. Лучок стоит. Надо подкормить. Здесь кругом все в траве. Когда Оле руки дойдут? Ну, когда-нибудь дойдут. Кабачки сидят. Травку заодно выдернут тут у них. Какие-то они у меня дохленькие. Где-то цветы есть. Тебе что надо? Прошу. Дохленькие. Вот пошли заворосли. Надо будет потом. Что надо? Как же без него? Вдруг какую травку сорвут? Ягодки наливаются. Начала помидорки подвязывать. Ну, жарко. Обламывать. Нижние ветки не нужны. И подвязывать. Троица наступила. Землю травой покрыла. Вот так и у нас. Саша там сваривает. Делает умывальник. Привет-привет. У нас жарко. Я разделась. Ну, тунички не разделась. Красота. Жара. Пошла. Я подкормлю лук. Морковку я в прошлый раз подкармливала. Лук пойду подкормлю. Второй день. Сегодня воскресенье. Второй день моего блога. С утра я не выходила. Ну, в принципе, все было однотипное. Тортик украсила. Вот сейчас пришли. Сделали колбаски. Просто пообедать с Сашей. Катя отказалась с нами идти. Это Сунья наша. Проша рядом злой. Проша ты злой. Ну вот, девчонки. Приду домой. В квартиру. И покажу вам продвижение своих процессов по вязанию. Покушали. Теперь надо поработать. Немножечко пропалю травку. Красавица. Как я люблю хочешь. Но он мне мешается. Ну, красиво же. Покушали травку. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Грядочку. Прополола. Вязала Кате топ. Из Ализе Дивы черного цвета. Не хватило ниток на лямочки. Я вязала по мастер-классу. Анастасия. Клубок. Вот. Ну, не полностью все. Ну, почти все. В общем, лямочки дочери не понравились там. Она сказала, что я хочу лямочками, а не завязочками. На лямочке у меня уже не было пряжи. Ловомотка чуть-чуть не хватило. Так что сегодня поехала купила. Буду довязывать. Охоу. Еще одна грядочка осталась. Вот. Вяжу свою маечку. Не знаю, что придумать. Нет идей. То есть у меня... Ну, я вам покажу потом. Вяжется же она трехцветная. Белого цвета. Белый цвет есть без проблем в магазине. Это Ализабелла. Ализабелла. Ализабелла у меня нету. Нету. И где ее брать, я не знаю. И как быть, не знаю. Надо что-то придумать. Но ляписты пестрасть я тоже не люблю. Думаю, связать спинку белую. Ну, то есть одну часть связать пеструю, другую белую. И хочешь надеваешь белой стороной вперед, хочешь цветной. Да. Не знаю, как быть. Как придумать. Чтобы было нормально. И извязать остатки хочется. Ну, и все-таки хочется, чтобы она была носибельная. Хотя для дома она же будет красивая. Пойдет. Хотя я тоже голубую вязала. Для дома, для дома. А везде ее треплю. Надеваешь ее с бриджами. Забыла, как называется. Вот память. Нет, надо отдыхать. Столько вкалывать нельзя. Правда ведь? Я с этими тортами. Мало того, что огород запустила. Еще и устала вся в этом месяце. Мне что-то так... Вот думаю, может быть, мне сделать видео. У меня скопилось. Я на этой неделе еще много тортиков делала. Я вам их не показывала. И думаю, может быть, сделать отдельно видео. Показать прям минут на десять. Вот такой сложный торт. Просто девочка попросила сделать и розочки, и ягодки. Все в одном торте. Вот такой скромненький Анечке тортик. Анечка, с днем рождения! Такой бок. Торт мужчине на день рождения. Так же он собирается на отдых. Видите? Счастливо отдохнуть. Такой мужичок беспроблемный. На пляжочке. Красота! Вот. Еще один торт. Добавляйте. 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 чуть побольше получится девочки показать вам видео с моими тортиками такая картинка отвратительные здесь что моя травка где наш уговор ты не лезешь на грядки я тебя не трогаю ну раз ты полезла на грядки будем тебя убирать здесь плоскорезом все пройдется вот ладно девочки пойду я за плоскорезом все здесь почикаю давайте до встречи вот парафель и грядки новые виктории девочки а еще у меня вопрос смотрите я сажала вишню вот видите веточка блестит как у вишни здесь от корня шло три ветки вот одна сломала что привито это вот это вот а вот вот это ветка и 2 которая была это что привит но это же не вишня девчонки но не вишни же вот это похоже на вишню вот она блестит вопрос я делать оставлять и то и другое посмотрим что будет в принципе терна у меня нет пересажу потом куда-нибудь мы в парнике уже вот огуречки здесь по моему цветет здесь у меня также еще растут велосипеды ох 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 вот вчера я их дождевала прям по потолку поливаю с потолка потом стекает на них это очень нравится там кровяк на стоим скоро зацветут пионы куст высокий мне по грудь на этот курс вот здесь еще вставлять у меня все в траве все в траве я думала у меня нет белого пиона какие мне грязные руки вот он есть на такой низенький низенький дохленький дохленький мы его отсюда пересадим только чуть позже это маргаритки по моему маргаритки до девчонки кустик идем идем прошу что-то меня караулишь вытащит пока рядышком 보лично вот так все не пошла работать некогда лялякать пока девчонки встретимся всем привет у нас уже вечер воскресенье я приготовила на завтра кушать время 12 час сполоснусь и баньки приготовила окрошку завтра мы ее зальем кефиром мы любим с кефиром окрошку правда катя любит и с квасом и с кефиром без разницы я ем только с кефиром а этот салат девчонки наипростейший даже не помню у кого на канале я его увидела первый раз короче здесь лук мелко порубленный добавлено 3 столовых ложки как это сказать маринада из-под маринованных огурцов и лук немножечко стоял пока я резала картошку мелким кубиком и огурцы то есть вот лук замариновали в маринаде из-под огурчиков я еще добавляю пол столовых ложки уксуса туда ну и все он так и стоит потом этот маринад не сливаю оставляю в салате нарезала огурцы и нарезала картошку перемешала заправила майонезом а посолила все салат готов так что завтра будет что покушать моим ага баунти попала в кадр купила на завтра баунти на утро кофе попить вот спокойной всем ночи вообще-то я не знаю какое у вас сейчас время дня скажем так время суток у нас уже вечер но все пока пока доброе утро мои дорогие какое раннее сегодня утро солнечные классные я собираюсь на работу вышла на балкон решила поснимать немножко нашу это наш город мы живем на одном из его края краев краю там у нас центр много 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 ой как плохо видно горы мы со всех сторон окружены горами а туда мы с вами ходили вот тот лесочек всем хорошего дня я пошла на работу пока пока